МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я приветствую вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. Надеюсь, на такие более развернутые ответы на вопросы, потому что они очень такие важные, нужные. Поэтому, первое, какие основные задачи перед вашим подразделением по делам несовершеннолетних стоят в городской полиции? Какая-то профилактика, да или иная работа? Ну, конечно, профилактика прежде всего. Вот именно наше подразделение отличается тем, что мы, прежде всего, занимаемся профилактикой. Это, прежде всего, и постановка на учет профилактический с проведением индивидуальной профилактической работы. Это выявление правонарушений, пресечения правонарушений, выявление документирования пресечения преступлений, в том числе и примитивного характера, то есть характера профилактического. Соответственно, наша работа, в принципе, заключается в том, чтобы не допустить совершение преступлений как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних. А вот практикуется ли посещение в образовательные учреждения с целью рассказать о правовых моментах, которые должны знать, в принципе, школьники, да, те же несовершеннолетние, или какие-то предупредительные меры? Конечно же, мы в тесном взаимодействии с образованием работаем постоянно. В школу приходим для того, чтобы с детьми проводить лекционные мероприятия, профилактические беседы. Это как на уровне классов, на уровне параллелей. В основном это правовая пропаганда. Соответственно, мы объясняем детям, с какого возраста, за что может наступить административная либо уголовная ответственность. Мы также работаем и с родителями. Значит, точно так же родители нуждаются иногда в правовом информировании. И, соответственно, мы объясняем какие-то моменты для того, чтобы ребенок не был вовлечен, возможно, в преступную или антиобщественную деятельность, либо, значит, в отношении него не было совершено преступление. То есть как родителям реагировать, как родителям на что-то, значит, обращать внимание, как родителям, собственно говоря, вести себя иногда с детьми. Я понимаю, что это работа психологов, прежде всего, но есть какие-то правовые ниши, которые, естественно, психологи не могут объяснить. И мы таким образом работаем. Значит, что еще? Мы проводим постоянно, ежемесячно проводим сверку с образовательными организациями на предмет совершения каких-то происшествий криминального характера. Если выявляется что-то незарегистрированным, регистрируем, проводим проверку. Значит, в общем, практически по всем направлениям мы проводим работу в школе. Это и антинаркотическая пропаганда. То есть работает не только инспектор по ДН, я хочу заметить. Здесь нужно сделать небольшую ремарочку. Здесь работают сотрудники ОГИБДД. А, значит, сотрудники НОН, здесь приходят с какими-то интересными рассказами и дознаватели, и следователи. Ну, практически для того, чтобы дети имели возможность ознакомиться с всеми сферами нашей деятельности, работает очень тесно вместе с нами участковый. То есть все, что касается школы, участковый на своем участке знает. Прекрасно знает, начиная с антирористической защищенности, заканчивая тем, что у него на участке в этой школе, допустим, есть подучетники. Вот таким образом, естественно, школы не обделены нашим вниманием. Никаким образом. И большое спасибо им, да, что они всегда идут навстречу. Всегда можно договориться о том, чтобы провести лекцию, то есть не в каком-то узком кругу, а собрать параллель. То есть, ну, опять же, повторяю, взаимодействие очень многое зависит. И в этом плане мы со школами тесно взаимодействуем и постоянно работаем совместно. Это, на самом деле, очень здорово. А вот заинтересованность в глазах подрастающего поколения насколько вот видна? Как вам сказать? Это же зависит индивидуально от каждого человека, от каждого ребенка. Ну, я вам так скажу. Заинтересованность будет, если будет интересный рассказ. Я всегда говорю о том, что если дети задают вопросы, даже самые бестолковые, может быть, самые нелепые, на наш взгляд, потому что они, может, чего-то не понимают, чего-то хотят узнать. Может, где-то они хотят проверить инспектора на стойкость, да? Тем не менее, если есть вопросы, значит, интересно. Значит, интересно и, значит, что-то останется в голове, может быть, в сердце, в душе. Я просто хочу сказать, что очень важно, чтобы ребенок понимал, что любое правонарушение влечет за собой постановку на учет. То есть понятно, что в силу особенно подросткового периода есть такая вот психологическая особенность. Это, может быть, где-то из протеста какого-то, да, делать что-то наоборот, делать для того, чтобы привлечь внимание свестников, быть лидером, быть звездой. Значит, очень много вот разных мотивов. И, соответственно, они порождают какие-то реакции, возможно, и агрессию. При этом дети, естественно, в силу своего максимализма не понимают последствий. Вот эти последствия, прежде всего, должны понимать и как-то вот родители. И чтобы обезопасить своего ребенка, должны, в принципе, прежде всего с ним сотрудничать. Потому что приказывать, указывать, к сожалению, всегда получается. Дети просто находят свою нишу, они делают все равно, все, что хотят. Но при этом они должны какие-то вещи просто получить с детства самого и, соответственно, как бы должны получить пример. То есть есть же такая пословица, ты можешь разговаривать ребенку все, что угодно, а он будет делать то, что делаешь ты. То есть здесь, почему я говорю о том, что важно работать с родителями, прежде всего. Ну, соответственно, в этом, кстати, школьные психологи очень помогают. То есть они точно так же работают и с родителями, и с детьми, что, соответственно, вот очень тесная взаимосвязь, как вы, наверное, сейчас уже понимаете, да, между психологией подростка, по психологии, допустим, младших классов у детей одна, у подростка совершенно другая, да. Соответственно, учитывая все вот эти нюансы, мы вместе с школьными психологами, если проводим работу действительно тесно, то это дает какой-то хотя бы эффект. Хотелось бы, чтобы был максимальный, но тут уже зависит, прежде всего, конечно, от среды воспитания, опять же, того же ребенка. Что он выслушает у нас, допустим, о мероприятии в школе, где-то, может быть, будет еще, сводит его на экскурсию школа даже, допустим, он интересное впечатление принесет домой, где нет еды, да, нет необходимых каких-то для его развития условий, соответственно, это уже будет эффективно снижено. То есть почему? Прежде всего, я говорю, работа начинается с семьи и с родителей в этом плане. А вот за какие действия несовершеннолетние могут попасть в список тех, кто находится на учете? На учет мы ставим несколько категорий. За совершение преступления, как вы понимаете, прежде всего, за совершение антиобщественных действий. Это значит, если ребенок бродяжничает, то есть допускает самовольный ход из дома, это мы уже приравним к бродяжничеству, это и есть антиобщественные действия. И мы ставим даже за это на учет. То есть дети многие этого не понимают, родители тоже. Значит, мы ставим за совершение административного правонарушения, даже если ребенок не достиг возраста. Точно так же за совершение общественно опасного деяния, то есть это преступление, совершенное до возраста наступления уголовной ответственности, соответственно, мы тоже ставим на учет. То есть неважно, уголовное дело возбуждено в отношении ребенка, либо нет. То есть мы в любом случае, если он совершил одеяние, которое предусмотрено в статье уголовного кодекса, соответственно, мы ставим на учет. Мы ставим на учет за употребление алкоголя, за употребление наркотических средств и токсических веществ. То есть вот эти моменты тоже нужно знать и понимать. То есть очень большой, широкий у нас, скажем так, список, да, спектр, и на учет попасть, я бы сказала, достаточно просто. Да, не так трудно. В любом случае это получается, да, в любом случае это нарушение закона. То есть мы, конечно же, ставим на учет, согласно приказу 845, мы ставим на учет для проведения индивидуальной профилактической работы сроком минимум на 6 месяцев. Минимум. Я просто часто слышу, поставили на учет, так-то, так-то, но мне всегда было интересно, что дальше делается с этим ребенком. Я так понимаю, что вот 6 месяцев это какая-то профилактическая работа именно с тем человеком, который попал в этот список. Минимально 6 месяцев. Минимально. То есть дальше, если ребенок на путь исправления не встал, если совершил что-то еще, то мы продолжаем эту профилактическую работу. Прежде всего, работа сводится к тому, что ребенка проверяют. Профработа наша сводится прежде всего к контролю. Здесь проверяется семья, в связи с чем? Условия проживания подростка, взаимоотношения в семье. Может ли кто-то на несовершеннолетнего оказывать положительное влияние? Круг общения отрабатываем. С кем ребенок общаемся? То есть мы приглашаем себе или, возможно, по месту учебы разговариваем, общаемся, прошиваем даже друзей. То есть насколько может быть круг общения негативно отразится на этом ребенке, тоже мы должны отследить. Значит, по месту учебы проверяем. Если ребенок прогуливает, понятное дело, что он, возможно, чем-то занят не совсем законным. То есть понимаете, в связи с тем, что школа несет ответственность за детей, пока они находятся в стенах школы, и они, естественно, нам всегда сообщают о том, что тот или иной несовершеннолетний допускает пропуски. Те, кто состоит на учете, внутришкольном ли, на учете ПДН ли, это те дети, на которых внимание уделяют особенно. И школа, естественно, инспектор ПДН узнает первым о том, что этот несовершеннолетний прогуливает. Это вовлечение в какую-то досуговую занятость. Прежде всего, мы заинтересованы тем, чтобы ребенок был, если ему уже 14 лет, у него есть соответствующие документы, был трудоустроен. Потому что всем же понятно, что все подростки хотят что-то свое приобрести, что-то интересное купить. То есть у них есть какие-то прихоти-хотелки. Не всегда родители могут позволить, а многие умные родители не, может быть, хотят идти на поводу, а ребенку объясняют, что какие-то вещи нужно заработать и можно заработать. А с 14 лет мы уже вполне можем трудоустроить ребенка официально. У него будет трудовая книжка, у него уже пойдет послужной список. То есть через центры занятости, через отделы по делам молодежи мы это делаем. Соответственно, ребенок работает не полный рабочий день, не 8-часовой, а 4-часовой рабочий день. Это, кстати, актуальная тема в каникулярный период. А мы сейчас об этом еще и поговорим. Просто вы так развернуто мне рассказываете и так интересно. Мне не хочется вас ни на секунду останавливать, но ненадолго мы все-таки прервемся. Рекламу на нашем телеканале сразу после мы продолжим. Для тех, кто только что присоединился, напомню, в эфире «Действующие лица» мы продолжаем нашу интересную и очень познавательную беседу. В предыдущей части мы говорили как раз о том, как занять несовершеннолетних в летний период, потому что лет это у нас не за горами. Расскажите подробнее о том, какая работа сейчас проделывается. Может, она немножечко отличается в вашем ведомстве от того, что проводится круглый год в другие сезоны? Ну, по сути, она не отличается. Тем не менее, да, совершенно вы правильно заметили, есть особенность. Особенность с учетом того, что дети уходят на длительный срок на каникулы. Соответственно, мы очень озабочены, обеспокоены тем, чем они будут в этот период заняты. И вот сейчас инспектора ОПДН всех своих подучетных опрашивают, выходят в семьи и узнают, чем мы будем заняты в летний период, чем этот ребенок будет заниматься. Поедет ли куда-то на каникулы, поедет ли в санаторий. Занимаются все ведомства, сейчас отмечу, немножко отвлекусь, значит, и соцзащита, и опека, и образование тем, чтобы дети, в том числе, а может быть, особенно категории трудные, состоящие на различных учетах, были заняты, соответственно, им достаются какие-то путевки бесплатные, то есть какие-то льготные, какие-то запланированные походы, многодневные, однодневные экскурсии. То есть очень интересных много вещей. Более того, будут работать летние площадки, летние городские лагеря на базах образовательных школ. То есть все это для того, чтобы ребенок, если у него нет возможности поехать в санаторий, в какой-то лагерь за оплату за деньги, которые родители могут предоставить, то у него будет возможность, не выезжая с территории города, где-то быть занятым не просто, значит, ну, с интересными какими-то, может, еще раз говорю, экскурсиями, поездками, а с, опять же, тем же общением с верстниками, потому что, сами понимаем, что для подростка ведущей тех деятельностей это общение. Вот. И, опять же, вернусь к вопросу о занятости именно трудовой. Да, можно трудоустроиться официально с этого возраста, с юного, с 14 лет, у ребенка будет трудовая книжка. То есть нужны соответствующие документы, конечно, ННН, паспорт, копия паспорта и практически все. И, опять же, повторюсь, что те дети, которые состоят на учетах, у них, скажем, где-то может быть приоритет. Хотя, в каком плане? Потому что инспектора к ним сами выходят и предлагают. Они дают направление в центр занятости, с которым ребенок подходит и, скажем так, с ним проводится беседование, узнают, какой вид деятельности его больше интересует, и он, в принципе, получает какие-то предложения. Вот. То есть остальные дети точно так же сейчас не подумайте превратно, то есть что только может быть состоящий на учете ребенок трудоустроен. Конечно же, нет. Просто у состоящих на учете, еще раз говорю, просто это... За них душа больше болит, чем ничего. Эта возможность появляется чаще, потому что инспектор сам к нему приходит вот с этим направлением. Вот таким образом. Значит, в школе точно так же можно будет, то есть через департамент молодежи можно устроиться в своей же школе, получать деньги за 4 часа работы. То есть я думаю, что это удобно и достаточно несложно. При этом те суммы, которые за лето, может, за месяц ребенок заработает, он может потратить на себя, на свои какие-то нужды, свои какие-то хотелки, потому что они должны быть у каждого человека, тем более у ребенка. И, конечно же, если он это себе может позволить на свои собственные заработанные деньги, я думаю, дело даже не в том, что у семьи какие-то ограничения, да. Даже если достаточно средств в семье, всегда ребенку будет приятно, что он сам заработал. Да, это уже уважение к деньгам появляется только тогда, когда ты их заработаешь. И понимание о том, что деньги, в принципе, это вот очень интересная вещь, нужная, но она не дается просто так. То есть вот эти все только через практику. Соответственно, почему я обращаюсь сейчас к родителям? Поэтому, пожалуйста, обратите на тебя внимание. То есть даже дело не в том, что у вас есть масса возможностей устроить любимому ребенку какие-то покупки, какие-то сюрпризы, подарки. Просто действительно это воспитательный момент, очень ценный опыт, который ребенок приобретает благодаря вам тоже. Вот скажите, что касается подростковой преступности, насколько у нас вообще эта тема так развита, скажем, в городе, и какие ошибки или какую преступность, не знаю, совершают и допускают наши несовершеннолетние краснодарцы. Вот смотрите, вопрос об актуальности, он всегда будет. Преступность, вопрос преступности актуален, а детской преступности всегда еще более, возможно, актуален. На данный момент я могу сказать, что из статистики практически 88% точно это преступление против собственности, имущественный блок. Это, значит, скажем так, процентов 70 кражи чужого имущества и, к сожалению, грабежи. То есть грабеж это уже более тяжкий состав, это открытое хищение чужого имущества, это более дерзкое преступление, и вот они имеют место быть. И, да, в прошлом году у нас было меньше, чуть больше зарегистрировано, ну, это, скажем так, гордиться нечем. В любом случае, если они есть, то это уже не очень хорошо. И таким образом 80%, 88%, как я уже сказала, процентов, это имущественный блок. Как можно заложить, помимо вот этого общения, да, с вами, с психологами? Я же так понимаю, что родители еще чаще должны, вот как вы и говорили, в самом начале программы взаимодействовать, общаться со своим ребенком, чтобы закладывать с самого детства, что вот это нельзя, запомни ребенок, а вот это тем более нельзя. Вот если не воспринимает, если бывают такие случаи, что стоит ребенок на учете, допустим, а он не меняется, какое-то вот это поведение удивиантное, да, все-таки оно продолжается. Есть у вас такое? Конечно, есть. Конечно, есть. Вот здесь я очень всегда настоятельно рекомендую родителям, то есть я работаю с родителями подучетников, и не подучетников, то есть если есть возможность, я всегда с родителями разговариваю. И всегда говорю, практически, наверное, у меня какой-то, знаете, уже как алгоритм, я всегда говорю, вы обратитесь к психологу. Я понимаю, что у психолога найти не сколько сложно, сколько это просто нужно задаться такой целью. Во-первых, в школе есть психологи. И я вам сейчас скажу, что из общения со школьными психологами, и не только с ними, из общения с работниками сферы образования, я могу сказать, что не все родители готовы, чтобы с их ребенком работал даже школьный психолог. Ну, в принципе, вот это, понимаете, не должно оскорблять. Психолог – это тот человек, который выравнивает какие-то поведенческие моменты у ребенка, при том, что это, значит, нельзя забывать, что ребенок родился уже личностью, у него уже есть заложенные генами какие-то конкретные черты характера, да. То есть понятно, что под каким-то воздействием они могут быть либо более акцентуально выражены, менее выражены и так далее. Что-то может быть смягчится, что-то будет совсем вопиющим. Но при этом это же можно подкорректировать, пока ребенок еще, скажем так, не приступил к черту закона. Потому что потом, понимаете, появляется цинизм, мне все равно. Да, суди очень, вернее, суд наш очень мягко относится к несовершеннолетним преступникам. Но ведь нельзя говорить об этом, что это всегда. То есть дети привыкают, что вот их сейчас осудили, и да, они не справляются, у них, в принципе, на данный момент их никто никуда не изолировал, не посадил, как они, не закрыл, да. Да, ну так, это же ж топородовремени. Это же сейчас, да. Есть же статистика несовершеннолетних помещенных в СУВЗТ и, скажем так, помещенных в БВК, Белореченскую колонию, и не только. Для девочек отдельная колония по России. Это у нас, значит, Белоречки для мужской колонии и юношеской. То есть есть такие моменты, и, к сожалению, не так уж это и редко. То есть просто у детей почему-то вот в голове сидит, что там меня же не посадят, я малолетка. И, знаете, к сожалению, многие подстрекатели взрослые, значит, выявлением которых мы, в принципе, тоже занимаемся и должны заниматься. И что может быть где-то подлинка, они вот многие и говорят, ты же малолетка, тебе ничего не будет. Понимаете? У детей вот такое понятие, я малолетка, мне ничего не будет. Да, действительно, в отношении совершеннолетних очень много. А есть нюансов, и ВПК, и ВУК, но тем не менее, вот тот момент, что вы говорили, вот сейчас вы отметили, что ребенок не исправляется и не исправляется. Ну, тогда, к сожалению, исход один. Восемнадцатилетие часто он отмечает в колонии, понимаете? Это как-то даже страшно. Да, это очень страшно, я с вами соглашусь. Но вот до этого момента, чтобы не допустить, вот этого момента, чтобы не допустить, я всегда говорю, то есть это не значит, что ребенок что-то там мелкое совершил, уже сейчас вот в его колонии 18 лет он стоит. Нет. Я просто к тому, что для того, чтобы скорректировать и выровнять какие-то отклонения, акцентацию характера, поведения, нужно сразу с ним работать. Причем психологи делают это профессионально. Здесь инспектор ПДН, конечно же, не специалист. Инспектор ПДН своего рода, да, это юрист. Специалист своей узкой, скажем, ниши. А вот почему родителям, обращаясь, идите к психологу? Да потому что он проведет работу и с ребенком, и с родителем. Ребенок сам не поймет, как грамотный психолог его выведет на другие немножко мысли, другие немножечко приоритеты. Очень надеюсь, что после просмотра нашей программы и родители, и дети примут к сведению все, что сказано было здесь. Напоследок хотелось бы задать один вопрос, попросить, наверное, коротко и так прям ответить по факту. Преступления, которые по отношению к несовершеннолетним совершаются у нас в городе. Какая это статистика или какие именно преступления, о чем вот мы слышим, да, допустим, последние дни тоже? Ну, вот смотрите, статистика есть, конечно же. Я могу сказать, что, опять же, имущественный блок превуалирует. Это процентов 40 краш. Значит, 30% это мошеннические действия в отношении несовершеннолетних. Значит, большой процент идет, это преступление, предусмотренное статьей 157-й, алименты. То есть неуплата алиментов. Ну, это уже, скажем, уголовные дела, возбужденные, скажем так, защиту интересов несовершеннолетних. Вот. И то, о чем вы сейчас говорите, разратные действия, действия в отношении половой свободы несовершеннолетних, ну, их не больше, чем в прошлом году. И я прекрасно ваш вопрос понимаю. То есть здесь уже прежде всего опять работа наша профилактическая в том, чтобы родители детям, и это уже с маленьких, молодых корней, то есть детям объяснять, что они не должны делать. Конечно же, для этого есть краевой закон 1539, который запрещает родителям оставлять детей на улице одних до 6 лет включительно. Я так понимаю, что накануне у вас был профессиональный праздник. Можете пару слов, как говорится, сказать своим коллегам, смотивировать их на дальнейшую работу? Я, конечно же, хочу поздравить своих любимых коллег с этим прекрасным праздником. Не зря инспекторов ПД называет «ангелы в погонах». Я с этим совершенно согласна, и я их так тоже называю в этот день. Я, и не только в этот день, я хочу пожелать прежде всего здоровья девочке и мальчике вам и вашим близким. Я хочу пожелать вам упорности, терпения, профессионального служебного долголетия. Я хочу пожелать любви ко всему на свете, к профессии. Любите и будьте любимы, ну и всего, чего пожелаете вы сами. Спасибо огромное за те ответы, которые вы нам дали на протяжении нашей программы. Будем ждать вас еще в гости. У нас будет немало вопросов, актуальнейших и важных. Это были действующие лица на телеканале «Краснодар». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА